Значит, крафка, о чем мы будем говорить сегодня и о чем мы будем говорить дальше, напоминаю. Значит, следующая лекция у нас через две недели, 52-я она по счету, правильно пронумеровал. Значит, она будет посвящена, подробно постараемся разобрать со всеми исходящими и некоторыми особенностями выборы 2016 года. Президентские, весьма нестандартные, поговорим подробнее про не только Дональда Трампа, но и Хиллари Клинтон, Берни Сандерса. В общем, я думаю, что это будет любопытно. И администрация Трампа, практически до сегодняшнего момента уже есть три года из четырех первого срока Трампа, может, и не последнего. Значит, и, может, какие останутся хвостики, тоже тогда в следующий раз разберем. Ну, по идее, следующая лекция последняя, которая идет в хронологическом ряду. Тематическая лекция. Потом, как я обещал, по экономической и социальной географии одна или две лекции уже в марте. Значит, сегодня мы говорим на несколько отчасти разрозненных, но на самом деле весьма связанных между собой тем, которые очень удачно, я так не задумывал, но, тем не менее, собрались в одну лекцию. Все они касаются идеологии в той или иной степени. Значит, и поэтому мы сегодня будем говорить, в первую очередь, про идеологию. Это очень важно. Когда рассуждают эксперты, особенно за пределами Соединенных Штатов, ну, псевдоэксперты, конечно, о американской политике, то очень часто звучит совершенно безосновательная точка зрения. Что в американской политике существует определенный сговор элит, никаких альтернативных точек зрения на выборах и в политике не предлагается, а позиции демократической республиканской партии очень сильно повторяют друг друга. Это наполнительная чушь, конечно. То есть, американская политика одна из самых идеологизированных в мире. Более того, в последние десятилетия, а мы сегодня будем говорить именно о начале 21 века, мы каким-то темам продолжаем то, о чем начали говорить в применительном 2000-м, а по каким-то берем целиком, вот, прям после 2000-го года все, что было. Значит, оно действительно очень идеологизировано. В какие-то позиции, связанные с экономикой, с внешней политикой, все в большей степени включаются морально-нравственные и ценностные вещи. И такие сложные явления, как американский либерализм и консерватизм, на самом деле представляют собой конгломерат очень сложных течений, которые объединяются в том или ином случае, в том числе в голове у конкретного политика, и представляют собой позицию, которая на выборах максимум проявляется. Потому что основной политический процесс, конечно же, лежит за рамками непосредственно выборов. Любая демократия настоящая, устойчивая в Соединенных Штатах, какая бы она ни была с точки зрения последствий для разных условий населения, но демократия нельзя упрекнуть в том, что она неустойчивая. Американская демократия очень стабильная, очень устойчивая, самовоспроизводимая система, которая функционирует давно, долго, и все абсолютно силы, которые даже друг друга обвиняют в том, что они покушаются на американскую демократию, предлагают на самом деле все усилия для того, чтобы демократия существовала подольше. Потому что она дает возможность решать огромное количество вопросов, в том числе и вопросов, связанных с частными интересами. Это очень важно. Значит, если мы говорим об американской идеологии в 2010-е годы, вообще об американской идеологии, ну скажем так, последнего полувека, то в американской идеологии всерьез существуют только два основных направления, консерватизм и либерализм. Значит, в первую очередь мы будем сегодня говорить о них. Значит, существует такое заблуждение, которое возникло в результате попытки упростить наш взгляд на то, что собой представляет американская политика. Как-то по умолчанию часто считается, что демократы они либералы, а беспубликанцы они консерваторы. Все на самом деле гораздо сложнее. И в каждом американском либерализме и консерватизме существует очень много течений, которые связаны не только с разными ценностными позициями, но и с доводами. Это тоже очень важно. Почему люди придерживаются этих ценностей и почему они их не просто придерживаются, а пытаются как идеологему положить в основу тех или иных политических программ избирательного процесса, консенсуса компромисса, административных процессов, в том числе и лежащих на местном уровне. Это тоже очень важно. Американская политика идеологизирована сверху донизу. И даже вопросы, связанные с местным самоуправлением, с проблемами безопасности, благоустройства на улицах, в городской политике, очень тесно связаны с теми же самыми проблемами консерватизма и либерализма. Потому что то или иное направление консерватизма и либерализма в той или иной степени в любую точку зрения на способ решения проблем охватывает. Еще один важный момент, который нужно помнить. Значит, очень часто американскую политику, американский партийно-политический спектр, ну, собственно, две основных партии, про попытки постоянного образования третьей партии мы говорили в одной из прошлых лекций. Есть и либертарианская партия, которая проводит полноценный праймерис, которая участвует в выборах, которая, бывает, набирает несколько процентов голосов. Тем не менее, третьей партией не может стать. То же самое происходит с конституционной партией, то же самое происходит с партией зеленых. Но это еще три партии, которые, в общем-то, присутствуют в каждом штате в той или иной степени. Тем не менее, в американском политическом пространстве две партии. Двухпартийная система во многом зависит от того, что в Америке исключительно мажоритарная система выборов. То есть всегда депутат на любом уровне в палату представителей Соединенного Конгресса США, в регистратору штата, обычно в Борсовет, всегда выбирается по округу. У каждого человека есть персональный свой депутат на том или ином уровне, которого он выбирает. Вот это очень важно. В такой ситуации, это общий, так сказать, политологический штамп, я рассказываю, в такой ситуации обычно складывается партийная система. То есть, если тот, кто сейчас не нравится, то в первую очередь поддерживают основного его соперника. Основного его соперника, наиболее адекватного, мотивированного, поддержанного финансированием, начинает поддерживать другая партия, у которой стоит основная цель просто прийти к власти и сместить предыдущего депутата, чиновника, исправного политика. И вот существует одно такое заплуждение, когда пытаются американскую партийную систему приложить к партийному политическому спектру, характерному для Европы. Здесь есть две основных проблемы. Во-первых, уже упомянутое мной, что в демократической партии есть как консервативные, так и либеральные круги. Это тоже очень-очень большой спектр мнений там внутри. Фракции больше, чем партии в каждой из крупнейших партий Америки, чем партии во многих странах Евросоюза. Вторая проблема, еще более интересная. В американской политике практически полностью отсутствует не то, что крайне левые идеи, а то, что в европейской политической традиции принято считать социализмом. То есть полноценного социализма как ценностной системы в американской политике не существует. Ставить под сомнение частную собственность, ценности бизнеса, получается, конкурентной экономики, конкурентной среды никто никогда не пытается уже много десятилетий. Все всплески американского левого движения либо закончились во времена нового курса, когда действительно серьезные партии типа социалистической, социалистической рабочей потеряли свою электоральную поддержку и их идеи в той или иной степени аккумулировали профсоюзы в профсоюзной борьбе и демократическая партия. В том числе реализовав их в рамках нового курса президента Рузвельта и в рамках великого общества президента Линдона Джонсона. Две мощнейших реформы, которые можно назвать с условной натяжкой, обладающими некоторыми чертами социалистических ценностей, но на самом деле, конечно, таковыми не являющиеся в американской традиции, считающиеся максимально либеральными. И вот когда мы говорим про американский либерализм, понимание американского, понимание американского либерализма, то в первую очередь нужно иметь в виду, что это и охватывает и представление, связанное со свободами, правами человека, с равенством и всех, в том числе меньшинств. И мы говорим о государственном вмешательстве в экономику, регулировании, достижении хоть какого-то равенства в уровне дохода и уровне жизни. То есть, но тем не менее, самый левый американский либерализм совершенно не дотягивает до хоть какой-нибудь социал-демократии европейского уровня. То есть, самые левые фракции или демократической партии существенно правее, чем европейский социал-демократии. Это нужно понимать. И нужно понимать, что самые правые республиканские партии, конечно, лежат в очень правой части спектра, очень консервативной. И зачастую в Евросоюзе партии, попадающие в парламент, участвующие всерьез в парламентских выборах, даже таких взглядов не представляют. Давайте теперь посмотрим, как к началу 21 века трансформировался и насытился, так сказать, новыми идеями американский консерватизм для начала. Американский консерватизм, исконный, традиционный, базируется на одной простой идее. И государство не должно вмешиваться в дела общества. То есть, человек, общество должно быть независимым государством. Государство должно быть маленьким, выполнять те функции, которые на него возложены изначально для обеспечения безопасности, нормального уровня жизни и так далее. Понятно, что этот взгляд может подразумевать, что такое нормально, очень много разных способов реализации. Тем не менее, американский консерватизм традиционный предпочитает говорить о том, что принципиально важно, что общество само себя может обеспечить, общество само себя может регулировать. Государство необходимо только в тех случаях, когда общество с этим не справляется. Появившееся в конце 20 века более крайне либертарианское течение в консерватизме рассматривает это еще более радикально. Государство в любом случае зло, значит, и необходимо делать государство еще меньше отказываться от излишних функций, переводить все взаимодействия в обществе на уровень саморегулирования. Это тоже мощное развивающееся направление в американском консерватизме. Здесь есть фотография Рома Пола, который был одним из символов американской либертарианской мысли конца 20-го, начала 21-го века. Сейчас его сын в рамках уже чайной партии Рома Пол продолжает в той или иной степени взгляды отца применять в реальной политике. Но, тем не менее, традиционного консерватизма, еще один вариант традиционного консерватизма, это так называемый конституционный консерватизм. Буквальное чтение Конституции и применение ее. Что написано в Конституции, то и нужно поддерживать. Все остальное, это то, с чем общество может справиться само. Подобные взгляды, они, хоть и кажутся архаичными, тем не менее, на протяжении всего 19-го, значительной части 20-го века, были само собой разумеющимися для очень значительной части не только членов республиканской партии, но и демократической партии. Потому что в демократической партии тоже довольно много консервативных сил. Кроме того, американский консерватизм встретился с очень серьезными вызовами. Самые большие вызовы, это те, о которых я уже упоминал. Новый курс Франкена Рузельта, когда была создана система социального обеспечения и огромная машина государственной бюрократии. Второе, это великое общество Линдона Джонсона на 60-х годах, когда система социального обеспечения была расширена, было объявлено, что задачей государства является полная ликвидация бедности. И государство должно не только поддерживать находящихся в сложном положении людей, но и заниматься серьезными положениями в образование, здравоохранение и другие вопросы. То есть, как мы знаем, в конец 60-х, начало 70-х годов Соединенные Штаты испытывают два серьезнейших кризиса. Кризис с системой государственного управления. То есть, когда страшно коррумпированное федеральное правительство, еле вышедшее из войны во Вьетнаме, не может состыковать концы с конца в государственном бюджете и теряет доверие населения. Вторая проблема, это то, что борьба с бедностью приводит к разгону инфляции и увеличению количества бедных. То есть, эти две проблемы подстегивают реализацию, так сказать, возникновения и развития еще двух волн, двух пластов консерватизма. Это так называемый американский неоконсерватизм, олицетворением которого является Рональд Рейган. Когда под элементарные идеи классического консерватизма традиционного, о том, что государство не должно вмешиваться в дела общества, что маленькое государство это хорошо и правильно, что общество должно саморегулироваться, что демократия и взаимодействие между людьми это основа всего, накладывается еще очень-очень важная идея, что все это под собой имеет не только рациональные, но и морально-нравственные основания. Как говорил Рейган, что не бывает право и лево, бывает низ, коммунизм и прочие варианты этатизма, вмешательство государства в экономику, в жизнь людей, насилие и верх, свободное развитие свободного человека в свободном обществе, при свободном бизнесе и так далее. Вот, то есть Рейган это начинает транслировать через 50-х годов. Два основных ранних идеолога неоконсерватизма это Джейс Барки, он на самом деле вместе с Бушем-младшим, он вполне дожил до 21 века, основатель журнала National Review, который многие десятилетия занимался пропагандой неоконсерватизма, являлся идейным центром, создающим огромное количество дискуссионных клубов, привлекающих людей с очень широким спектром консервативных взглядов, от либертарианских до каких-нибудь там дремучих полеоконсервативных. Второй человек, которого необходимо упомянуть, это Керп, и еще Джеффри Рашинг. Здесь их нет, потому что они умерли довольно давно, я выводил только тех, кто дожил до этого столетия. Идеология неоконсерватизма начала с Рейгана не просто респектабельной, но ключевой стороной американской политики. То есть именно неоконсерватизм Рейгановского формата стал опорой в политике республиканской партии в 70-е, 90-е и практически все 2000-е годы. Значит, пока не возникла чайная партия. Кроме того, существуют некоторые другие варианты консерватизма. Также где-то с 50-60-х годов начинает развиваться социальный консерватизм, который в первую очередь подчеркивает, что нас не касается экономика. То есть государство может вмешиваться в экономику в большей степени, может перераспределять между богатыми и бедными, увеличивать подоходный налог. Но самое главное – это наши традиционные ценности – семейные, религиозные. Значит, права БГТ-сообщества равны правам гетеросексуальных людей, неверны, аборты неправильны. Значит, права штатов могут быть в приоритете, в том числе в вопросах, которые касаются расовой сегрегации и так далее. То есть очень много пластов – это тоже очень разный консерватизм. И получается, к традиционному консерватизму, к фискальному так называемому консерватизму, когда говорилось только, что давайте платить поменьше налогов, и все будет замечательно. Прибавился неоконсерватизм, социальный консерватизм, и именно вот этим конгломератом идти американский консерватизм к началу 21 века и выше. Значит, при этом уже при Рейгане окончательно оформился и вышел в публичное пространство христианский фундаментальный консерватизм, который олицетворяет… Так, я сюда его не привел. А здесь Джерри Фаррелл младший. Вообще, я рассказывал в одной из предыдущих лекций про возникшие еще в 70-е годы, в 80-е, развившиеся до сотен тысяч, даже до миллиона членов движения «Моральное большинство», которое стало движением, в которое влились не только радикальные геоконсерваторы, но и так называемые палеоконсерваторы. Это где теория заговоров, в том числе коммунистического заговора, то есть социализм, который направлен на разрушение Америки, традиционного американского образа жизни и так далее. Это «Моральное большинство», созданное Джерри Фарреллом, оно было мощным инструментом поддержки и идейной политики Рейгана все 80-е годы. В начале 2000-х Фаррелл умирает и передает влияние в движение, в том числе в университете, который был создан своему сыну. И вот, получается, Трамп стоит с Джерри Фарреллом-младшим, крайне неприятным и аморальным человеком, судя по всему. Но, тем не менее, декларирующим традиционные ценности, в том числе христианские, очень-очень яростным. Также я не случайно сюда вывел Джона Маккейна, который яркий пример традиционного американского консерватизма, то есть рационального, простого, без излишнего привлечения морально-нравственных категорий в вопросы экономики, в вопросы внешней политики и так далее. Значит, и принципиально важная фигура для американского экономического консерватизма, то, что во всем мире будет называться экономическим гиберализмом, это известнейший экономист Милтон Фридман, который подвергал всю свою жизнь, особенно последние несколько десятилетий, он, наверное, 10 лет назад, примерно, кинсианский подход к экономике. То есть поддержку экономики спроса, перераспределение ресурсов в пользу потребителей, в том числе малообеспеченных. Значит, если с 30-х до 70-х годов 20-го века Соединенных Штатов кинсианство преобладало как основной подход в управлении государством экономикой, то с 80-х годов, именно в том числе под влиянием Милтона Фридмана, подходы кинсианские экономики были пересмотрены, и вопросы свободного рынка вплоть до полного отсутствия государственного регулирования в сфере экономики, уменьшение количества государственных стандартов, уменьшение налогов, увеличение права предпринимателей на уволение сотрудников, значит, завоевывает все больше сторонников. Значит, это связано как с тем, что программа борьбы с бедностью во многом провалилась, и, в общем, с экономикой было не очень хорошо, а во-вторых, потому что, собственно, большое количество изменилось сама структура общества, большое количество людей стало занято в сферах, которые не связаны с вообще возможностью заключения коллективного трудового договора, то есть, чаще всего, индивидуальная деятельность. Огромное количество людей, которые стали работать просто краткосрочно по собственному выбору, либо оказывая услуги по конкретному проекту, занимаясь не столько малым бизнесом, сколько, получается, подрядными работами, услугами, больше людей стало работать просто в малых компаниях, в компаниях малого бизнеса. Это увеличило, как говорится, как очевидно долю людей, которые придерживаются либертарианской, в том числе, в той или иной мере, принципов. Значит, что касается американского либерализма, то американский либерализм, таким, каким его мы представляли большую часть XX века, сложился на основе двух вот этих вот великих реформ, новый курс, великое общество. Но, тем не менее, в американском либерализме наступил определенный кризис. Во-первых, потому что экономическое, только наличие экономических ценностей, без объяснения окружающего мира, в том числе, связанного с важнейшими вопросами, равенством и правами женщин, равенством и правами расовых и сексуальных манишинств, проблема абортов, которая вообще ключевая для американской политики, значит, проблема потом уже однополых браков. Это те вопросы, которые начали очень волновать либералов. Значит, кроме того, значит, не всегда люди, придерживающиеся свобод, связанных с телом и личностью человека, придерживались, безусловно, там, государственного регулирования в сфере экономики и перераспределения налогов от богатых к бедным. То есть, в американском либерализме существует и либертарианская, как бы, очень мощная, которые говорят, что мы, в общем-то, за свободу человека, но не надо лезть в экономику государства, которая крайне неэффективна. Значит, это так называемые либертарианские. Значит, огромный пласт людей, которые пришли в современный американский либерализм, это те люди, которые пришли через экологическое движение. Значит, потому что вообще конец 20-го, начало 21-го века, это массовый расцвет именно экологического движения. То есть, начиная от тех людей, которые пришли именно в демократическую партию на волне принятия законов, связанных с чистым воздухом и чистой водой в городах, то есть это конкретные городские активисты, значит, и заканчивая теми, кто борется за сохранением экосистем в каких-нибудь тоже локальных и глобальных. Ну и заканчивая, как говорится, людьми, которые борются против глобального потепления. И за ограничение собственного правительства в возможности не выполнять международные соглашения, типа Киотского протокола или Парижского договора, то есть которые ограничивают выброс углекислого газа в атмосферу. Значит, это очень мощный пласт. Например, даже в протестах 2011-2012 года в Соединенных Штатах и даже в движении Чайпите убежденные эвариументалисты, то есть сторонники экологического движения, составляли 10-20%. То есть зачастую было больше, чем убежденных либералов или консерваторов классического типа во всех американских движениях. Сейчас это одна из самых массовых категорий, ранее не воспринимающих свои деятельности с политической точки зрения. Сейчас экологический либерализм четко встроился в систему либеральной мысли в Соединенных Штатах и является очень важной частью американской политики. Огромный вклад в это сделал Альберт Гор, вице-президент Соединенных Штатов в 1990-е годы, который больше всего после своего вице-президентского срока известен в борьбе с глобальной потеплением. Кроме того, в рамках либерализма еще существует несколько более-менее консервативных слоев. Мы о них поговорим чуть позже. Еще пару слов про чай-а фотографии. Это Обама с Клинтона, как два главных символа американского либерализма рубежа веков. Два президента, которые провели очень мощные реформы. Особенно Обама с точки зрения американского либерализма, реформа Обама-Керр, связанная с более массовым доступом к здравоохранению. Это Денис Кусинч. А какой тип неолиберализма? Получается, классический неолиберализм, когда государство отказывается от перераспределения доходов, но поддерживает образование и вертикальные социальные лифты, классический неолиберализм. Это Клинтон. Клинтон и Альберт Горр и Хиллари Клинтон – это верчайшие представители типичного неолиберализма. Обама – это уже несколько более прогрессивный вариант. То есть, уже связанный с некоторым перераспределением ресурсов. Ввиду того, что нарастает имущественное неравенство, как декларируется в идеологии демократической партии, не все люди имеют доступ к равному здравоохранению. Но очень многие находятся вообще постоянно в состоянии риска, когда не имеют доступа к медицинскому страхованию, либо они не заботятся об этом, государство должно решить этот вопрос. Это уже, конечно, не неолиберализм. Это несколько более левый взгляд, но, тем не менее, он не предусматривает, как говорится, каких-то действий социалистического характера. Значит, один из ярких экономистов, которые поддерживают либерализм в той или иной степени, это Пол Крупман, наверное, самый цитируемый экономист в современном мире. Вернее, не наверное, а точно самый цитируемый экономист в современном мире. Значит, и именно его поддержка, в том числе реформы Обамы, системы здравоохранения, в общем, оказала, спровоцировала огромное количество споров, связанных вообще с ролью государства в современной экономике, в современном обществе, допустимости этого вмешательства, вот, о строительстве страшного левиафана, который может погладить всех. То есть, либо наоборот, если государство оставит огромные важные для людей сферы без внимания, в них наступят пустоты, и эти пустоты заполнятся радикализмом, возмущениями, неравенством, и это приведет к негативным последствиям. Вот эти вот споры, на самом деле, выходят, как вы видите, далеко за рамки текущей американской политики и декларируемых элементов либеральной идеологии. Значит, это Денис Кусинич, значит, один из самых влиятельных представителей демократической партии конца 20-го, начала 21-го века. Значит, он получает член Палаты представителей, несколько десятилетий был, от штата Огайо, значит, изначально он несколько лет был мэром Кривенда, и в конце 70-х годов в проблемном Кривенде, это уже был город Ржавого пояса, он провел те реформы, которые как раз можно назвать близкими к социалистическим. Проблема в том, что Кривенда, это, собственно, я к тому, почему проблема местного самоуправления тоже идеологизируется. В Кривенде сложилась следующая ситуация. Это город, в котором основная отрасль экономики в середине 20-го века вынес производство стали и все, что с этим связано. Кривенда – это один из крупнейших центров астралитейных центров Америки. Это был один из десяти крупнейших городов США в середине 20-го века. Сейчас он откатился в 4-й десятый, потому что город реально проблемный. Город находится в прекрасном месте, на берегу озера Эри, которое, благодаря в том числе сбросам Детройда, Кривенда, Италида и Баффало, стало одним из самых грязных озер в мире. Собственно, движение, связанное с защитой окружающей среды вокруг озера Эри, это одно из ядер, вокруг которого складывалось американское астралитское движение. Тем не менее, проблемный город, в котором в частной собственности находятся все важнейшие, для города инфраструктурные объекты, а именно, что для американских городов важно – водопровод и электроэнергия. То есть монополист, который напрямую связан с собственниками завода, контролирует цены, контролирует поставки. В крупных американских городах практически никогда не бывает единой системы отопления, то есть, как у нас теплотрассы по всему городу не тянут, но вода и электричество, естественно, централизованы. Значит, и Денис Кусинич – это мэр, стал мэром в 29 лет в возрасте, ну, в деградирующем городе бывает, и выбирают случайных людей. Он был именно случайным человеком, который победил мэра, который уже благодаря коррупции вообще никак не воспринимался, как возможный руководитель города. И он начал мощнейшую войну с монополистами за право муниципалитету управлять тарифами. Значит, в результате город на полгода в зиму там остался без электроэнергии на постоянной основе. Вот, это была настоящая война. Мэром он продержался два года, но частично проблемы решили. То есть, привлекли в том числе внимание федерального правительства на уровне штатов, в Клюнинде несколько законов, связанных с возможностью достижения компромисса с собственниками, и частично ему удалось подвинуть их по тарифам. Вопрос, не потерял ли город больше. Потому что это был для Клюнинда окончательный перелом, когда из города стали уезжать люди, потому что как можно жить в городе, где мэр воюет с поставщиком воды и электроэнергии, и неизвестно, чем это закончится. Ну, то есть, здесь получается баланс. Но, тем не менее, Кусинич благодаря этому стал известен в партии и, в общем, представлял потом следующие три десятилетия практически с одной из самых левых крыльев, такой прогрессивный либерализм, который во многом в каких-то элементах был воспринят и транслировался Берни Сандерсом. Берни Сандерс, о котором, который здесь в любом случае выведен, мы о нем поговорим, когда будем говорить про выборы 16-го года, то есть в следующий раз. Так, значит, про чайную партию еще два слова, потому что в прошлый раз мы про нее говорили, о том, что собой представляется это движение. Вот эту карту я тоже выкладывал. Это мощнейший переворот 112-го Конгресса, то есть промежуточные выборы 10-го года, которые прошли на волне протеста против либеральной политики Обамы, значит, увеличение госсовмешательства, реформы, заявленные пока еще только готовящиеся, реформы системы медицинского страхования. Значит, и это те округа в Конгрессе, в которых победили представители вот этого вот движения чайпития, так называемой чайной партии. Значит, причем они победили, надо иметь в виду, не только демократов они вытеснили, но они победили в классических республиканских округах, где они вытеснили республиканцев старой волной. То есть это новая волна. Первоначально, как я подчеркивал, движение чайпития базировалось на либертарианских принципах, но потом стало аккумулировать и более социально-консервативные слои. Значит, и сейчас движение чайпития не отличается идеологическим однообразием. Это не монолитное движение, это совокупность, так сказать, единомышленников по модели борьбы. Значит, но на тот момент это было просто новое мощное движение, которое в течение нескольких избирательных циклов, в каждые два года в США полноценно избирательный цикл, по крайней мере, в Нижнюю Палату. Каждые вторые два года, это еще и президентские выборы, а и по трети сенаторов в каждые два года переизбираются. И поэтому, собственно, вырвалось огромное количество новых людей туда. Ну, например, в том числе Рэль Пол, который сын Рома Пола стал очень известным, и сенатором от Кентукки, выиграл именно как кандидат, поддержанный даже один из лидеров чайной партии. Значит, Мишель Бахман, депутат Палаты представителей от штата Миннесота, которая даже попыталась оформить внутри республиканской партии движение чайпития, как чуть ли не отдельную партию, но, собственно, не смогла убедить всех, что она по-настоящему лидер этого движения. И более того, ее все отвиняли в определенной нечистоплотности, в стремлении к власти, это понятно, но еще и в слишком консервативных, социально-консервативных ценностях для очень либерального штата Миннесота. Значит, и первая фигура, которая стала определенным символом для движения чайпития, как не смешно, это Сара Пейнен, кандидат в вице-президент на выборы 2008 года, выбором от Орляски, которая, может быть, и действительно не отличалась широтой кругозора и пониманием огромного круга проблем, тем не менее, отличалась принципиальной искренностью и уверенностью в том, что человек, который хочет решить какие-то проблемы, просто будет разговаривать с другими людьми, разберемся и решит эти проблемы. И символ «Мамы Гризли» идеологический, как ее называли после 2008 года, был одним из стартов этой компании. Значит, значит, так, вот сейчас я забыл, как зовут человека. Глен Бекк. Бекк, да, нет, не Б, простите. Глен Бекк. Глен Бекк, да, Глен Бекк, да, Глен Бекк, да, Глен Бекк. Это очень известный, скажем так, медиаактивный обозреватель, идеолог, в общем-то, который особенно на протяжении избирательной кампании 2010 года и 2012 года воспринимался как главный идеолог движения «Чайпития», значит, который критиковал невероятно активно, критиковал любые элементы политики Барака Обама. Значит, в первую очередь, естественно, о реформе системы обнестрахования. Но, в том числе, и от вопросов, которые связаны с защитой прав меньшинств. Значит, именно поэтому его часто приравнивали к рупору социального консерватизма, утверждая, что он, ну, в общем, человек, не любящий меньшинство в какой-то степени. Это очень сложный вопрос, судя по всему, у человека не так много каких-то таких жестких принципов, и он, так же, как Мишель Пахман и Сара Пейлин, относились к ситуации, ну, ситуативно, да, то есть в какой-то момент можно решать проблему политтехнологическим способом, а в какой-то момент идеологическим способом. Да, Глен Бек. Значит, еще одно движение, о котором я намеренно не сказал, когда мы разбирали политику 2000-х годов, это движение «Окупайлэн-стрит», которое один из, не помню, к сожалению, кто, один из американских крупных тележурналистов, аналитиков, назвал чем-то вроде «левого движения чайпития», ну, то есть либертарианство, но немножко в другом ключе. Значит, это группа людей, несколько тысяч человек, которые протестовали против отмены акта сиглогласа, то есть в 99-м году акт сиглогласа был отменен. Значит, это акт, который разделял коммерческие, ой, инвестиционные и кредитные банки, то есть именно это с точки зрения многих, ну, в том числе и серьезных экономистов, аналитиков, привело к американскому финансовому кризису 2008-2009 годов, 2007-2008 годов к ипотечному кризису, то есть безобразию на рынке ценных бумаг, значит, недостаточному влиянию на национальную валюту со стороны Федеральной резервной системы и так далее. Вообще, это один из пунктов. Второе, это тотальное непринятие вообще финансовых спекуляций как элемента экономики. Значит, что интересно, Пол Крупман, который обычно выступал всегда за любое регулирование банковского рынка, значит, государством, именно из-за этого объявил, что движение «Оккупай Олл-стрит» одно из самых бессмысленных, бесполезных и способно привести только к развалу чего бы то ни было. Потому что вопрос финансовой спекуляции – это важнейший вопрос привлечения, точного привлечения инвестиций в те сферы, которые в них нуждаются. Современная экономика не может существовать без современных финансовых рынков. Значит, тем не менее, подобная примитивизация взглядов полного спектра от либертарианских до анарфических привела большое количество возмущенных молодых людей прямо в центр «Олл-стрит», вот этот маленький скрерик, который они просто заняли и отказались оттуда уходить. То есть они там развили палатки, положили спальные мешки и, собственно, требовали, чтобы разобрались и наказали виновников в финансовом кризисе, возобновили акт «Секлогласа», чтобы государство становилось честным, чтобы государство занималось важными вопросами, в том числе экологически-необразовательно. Вот, то есть как раз вот по подсчетам, по политическим взглядам это очень показательно, что если в целом американское общество, ну где-то примерно поровну разделено на три части, на либералов, консерваторов и нейтральных, ну там от 25 до 40 процентов каждая категория колеблется в зависимости от годов, то когда провели социологию людей, которые собрались на Уолл-стрит, то оказалось, что 12 процентов ассоциировали, ой, 20 процентов ассоциировали себя с либеранами, 8 процентов там ассоциировали себя с консерваторами, 22 процента говорили, что они просто защитники окружающей среды, то есть это как раз яркий пример того, как люди из экологического движения аполитичные до этого стали воспринимать себя как политический, как традиционистов, наверное, нет, то есть они себя, ну может быть, уже и либералов, потому что как раз вот окончательно современный комплекс либерализма, который в полной мере восприняла демократическая партия, начиная с выборов, наверное, 12 и уж точно 16 года, это как раз этот комплексный либерализм, который в себя точно включает весь комплекс связанный с защитой окружающей среды. Ну то есть, во-первых, это как и с движением чай пить, важнейший показатель того, что в этих движениях участвовали люди, которые до этого в основном вот относились к той средней, третьей, которые считали себя нейтральными или аполитичными, вот, то есть которые даже чаще не ходили на выбор, то есть и в том и в другом случае и введение более жесткой дорогостоящей системы мест страхования и отсутствие с точки зрения многих борьбы с американскими виновниками в финансовом кризисе и неравенстве, значит, вышли и стали проявлять политическую деятельность, изначально уличную, потом системную. Значит, если что, там несколько тысяч человек было в итоге арестовано, значит, 400 потом оштрафовали, ну не считая тех, кто сам совершил уголовные преступления, когда их и посадили, но, в общем, имеется в виду, подшумок всегда бывает, значит. Тем не менее, большая часть осталась, их просто арестовали и отпустили и выпустили без последствий. Вот. Движение пыталось возродиться в течение нескольких лет, и на основе этого движения во многих странах мира подобные же акции с разным, правда, идеологическим содержанием неоднократно продолжались. Это один из основных лозунгов этого движения, что 99% существует для одного процента богатых. значит, концентрация имущества и доходов у одного процента американцев одна из самых высоких в мире. Вот. Еще, соответственно, плавно к экологическому движению немножко, значит, это то движение, когда я говорил про американское общество двухтысячных, которое я вообще не рассматривал. Еще одним мощнейшим толчком, может быть, гораздо более мощным толчком, чем все остальные, для людей, которые занимались до этого экологическим активизмом в политику, толчком, для того, чтобы они пошли в политику. Чего-то у них сегодня с формулированием мыслей странно как-то. Значит, это взрыв нефтевой платформы «Типлотер Горизонт», когда, это самая страшная экологическая катастрофа, наверное, связанная с нефтью в истории человечества. По предварительным данным вылилось пять миллионов пары нефти, это больше одного миллиона тонн. Значит, скважина, которая была пробурена на шельфе Мексиканского залива, даже уже не на шельфе, а на переходе от шельфа к склону, на очень-очень большую глубину с гигантским давлением ее не могли, и не имелось вообще изначальной технологий, чтобы ее заткнуть. И поэтому ее затыкали в течение нескольких месяцев, значит, используя там взрывы, бетон, нагнетание воды и так далее, попытки создать пробку. В итоге один миллион тонн нефти вылился. Значит, вот это вот все нефтяное пятно, горящая платформа, ее еще долго потушить не могли. Фильм, который посвящен «Типлотер Горизонт», касается только, кто видел художественно, касается только непосредственно ситуации на платформе взрыва. На самом деле, конечно, гораздо больше были последствия, связанные с вот этим вот выбросом. Значит, во-первых, значительную часть побережья Мексиканского залива нефтью. Значит, последствия ликвидации этого займут еще, ну, наверное, лет 20. Значит, всего на 30 лет рассчитана программа. British Petroleum, которая продлежит эту платформу, в итоге, пока на сегодняшний момент, суды продолжаются, пока это обходится в 58 миллиардов долларов. Это, если что, то, превышает ежегодную прибыль в несколько раз. Значит, но тоже, если стандартная ежегодная прибыль у British Petroleum достигала 15-20 миллиардов долларов, то, соответственно, за несколько лет прибыль они просто-напросто за свою ошибку и отсутствие нормального контроля потеряли. Значит, причем это и средства, которые там почти 20 миллиардов в итоге получило федеральное правительство, которое ликвидировало основные последствия. Много получили штаты по своим искам от штатов. Самый большой коллективный иск имел 100 тысяч истцов. Это рыбаки побережья Мексиканского залива. Значит, 130 тысяч человек на несколько месяцев потеряли работу. Значит, это гигантские социальные последствия. Значит, вот эти 100 тысяч человек получили почти 6 миллиардов долларов в виде компенсации в первый же год. Это был один из самых быстрых и ярких судебных процессов. Значит, и все вот эти судебные процессы – это показатель того, что американская система, связанная с защитой окружающей среды, состоит не из одного, как это часто бывает в некоторых странах мира, сегмента. То есть, это экологические активисты из системы нон-профит, то есть некоммерческих организаций, которые работают на волонтерских основаниях. Это один из важнейших сегментов. Второй важнейший сегмент, я уже просто про это рассказывал, когда я рассказывал про 70-е годы и сейчас просто повторяю, это мощнейшая организация с бюджетами в миллиарды, сотни миллионов долларов, по крайней мере, у некоторых даже заходят, значит, которые представляют собой юридические компании и лоббистские структуры, которые лоббируют целые блоки проблем, связанных с изменениями законодательства в сфере защиты окружающей среды, в том числе сохранение, естественно, биосистем, расширение территории федеральных заповедников и резерватов, значит, создание морских заповедников, защита и сохранение какого-то вида животных, растений без создания резерватов, изменение законодательства, связанного с строительными нормами и правилами, с требованиями к выбросам предпромышленных предприятий вредным выбросам, ограничение по строительству объектов в той или иной зоне, применительных в зоне расселения людей, в зоне использования и т.д. и т.п. То есть это мощнейшие организации. И организации, которые хоть и находятся в сфере нон-профит и работают во многом на волонтерских основаниях, но тем не менее имеют в гостях хорошо финансированные, которые занимаются конкретными проектами, в том числе и радикальными, зачастую экстремистскими, как, например, Greenpeace, которые во многих американских штатах чуть ли не официально считаются экстремистской организации. Вот здесь вот внизу логотипы организации, которые это все американские организации, которые насчитывают больше ста тысяч членов. То есть каждый из них насчитывает больше ста тысяч членов. Международный фонд защиты тикой природы официально имеет на учете один миллион двести тысяч членов, из которых оплачиваемых сотрудников около двадцати тысяч. Остальные это волонтеры, которые в той или иной мере регулярно подключаются к этому. То есть это действительно движение, которое насчитывает миллионы людей. И как раз взрыв на платформе «Диплотер-горизонт» и очередные пласты обсуждения проблем, связанных с глобальным изменением климата, значит, дискуссия о том, является ли причиной глобального потепления парниковый эффект, созданный деятельностью человека, либо по каким-то другим причинам, но тем не менее факт глобального потепления, вторая сторона дискуссии есть или нет. То есть вот это вот все пространство дискуссий, в том числе связанных и с технологической, защитой от технологических катастроф, не только от природных, соответственно, вывело весь, все эти миллионы людей, экологических активистов и профессиональных сотрудников в этой сфере, а это очень серьезные десятки тысяч юристов, которые профессионально в этом работают за зарплату, значит, в сферу политики. Именно это является одним из важнейших факторов обновления и увеличения активности людей в американское политическое деятельство. И здесь мы это можем прекрасно увидеть. Это явка на выборы. Значит, вот эта вот нижняя палата Конгресса – это президент. Значит, каждый второй год – это основные выборы, между ними промежуточные выборы. Всегда разница между основными промежуточными выборами по явке составляет 10-15%. Но к началу 2010-х годов ситуация немножко меняется. И вот выборы 6-10 года показывают, что разница, если еще составляет 10%, то в 2014 году на промежуточных выборах пришло в Конгресс и на выборы в Конгресс поголосовало столько же, сколько за два года до этого. А в 2018 году на промежуточных выборах, когда в полной мере на низовом уровне все вот эти вот организации, имеющие отношение к движению чайпития и к местным экологическим организациям стали всерьез участвовать в политической деятельности, в выдвижении депутатов на всех уровнях, явка на промежуточных выборах превысила 50%. Такого за американскую историю не было никогда. На президентских выборах и то в 96-м год, когда было понятно, что Клинтон победит Роберта с разгромным счетом, пришло меньше половины избирателей, даже на президентских выборах, а здесь на промежуточных больше 50%. Всего на 4% меньше, чем на основных выборах. То есть это новый факт американской политики – увлечение интереса к выборам как таковым. И не только к выборам, но и к самому большому политическому процессу. Это же очень важный вопрос. Если изначально в движении чайпития участвовало до 2-х миллионов человек в какой-то степени, то больше половины из них в той или иной степени остались в общественной деятельности через два года. То есть это невероятно высокий результат, когда разовый всплеск приводит новых людей, и они остаются значительной части, и участвуют в решении локальных проблем, участвуют в местной политической жизни. то же самое и с экологическими движениями. Еще одна интересная статистика – это статистика количества женщин в американском Конгрессе. Демократическая партия, которая окончательно на себя приняла большую часть фрагментов американского либерализма, и республиканская партия, которая приняла на себя большую часть фрагментов американского консерватизма. Мы видим, что у демократической партии в 90-е годы происходит резкий скачок, и они начинают принципиально выдвигать на выборах больше женщин, которые могут на этих выборах побеждать. То есть республиканская партия сильно от этого отстает. И дочитает как бы догонять только вот 10 лет назад. Но на промежуточных выборах 2018 года происходит вот такая вот интересная вещь. Если у демократов женщин становится на выборах в результате аж на 25 человек больше в Нижней палате Конгресса, то есть республиканцев меньше. Это связано как с тем, что из республиканской партии ушли многие активные женщины, недовольны политикой Дональда Трампа, его в том числе сексистскими высказываниями. Это очень серьезный вопрос. Второе, что вообще это выборы, на которых республиканская партия очень много классических кругов проиграла. В том числе проиграли и женщины-республикантки. Статистически чаще всего женщина-демократка. В Сенате ситуация, как всегда, более стабильная, потому что Сенат обновляется только на треть каждой выборы. Вот оно ведет расхождение. Это по годам с середины 19 века. Значит, вот первые женщины появляются в Конгрессе. Резкий рост наступает в начале 90-х годов. Вот и именно демократическая партия делегирует в Конгресс максимальное количество женщин. Разница огромная. и еще один интересный тренд, который отражается в результате выборов каждых двух лет. Значит, красные республиканцы, естественно, синие демократы, палата представителей, Сенат, президент. Значит, мы видим, что первыми начинает реагировать на изменения какие-либо. Самая гибкая палата представителей, потом Сенат, потом президент. Вот. И вот эта вот ступенька, судя по всему, она будет продолжаться. То есть, именно таким образом устанавливается в последние вот, в 21 веке система постепенной смены власти. То есть, вначале выбирается президент, конгресс и республиканский, это Джордж Буш младший. Потом он перестает устраивать, начинается кризис. Конгресс меняется на демократический, потом президент меняется на демократического. Значит, но в то же время резкая реформа Обама Кэр раздражает очень многих людей. И в палате представителей благодаря чайному движению щепития побеждают республиканцы. Через два цикла демократы, республиканцы побеждают демократов и в Сенате. Потом побеждает Трамп на президентских выборах. Вот. Очень интересная картинка. Вот. Насколько она зафиксируется в будущем, неизвестно, но объяснение ситуации именно такое, как и говорится. Так, по этому блоку какие-то вопросы есть? Нету. Так, давайте тогда следующее. Здесь более ли не кратко. Значит, непосредственно про партии. Я обещал. Биографии, наверное, не будет. У нас просто не хватит на это время. Просто в двух словах. Почему эти люди в той или иной степени являются символами этой партии. Значит, это, наверное, самый влиятельный член демократической партии в 21 веке. Я так долго выбирал, выбирал, выбирал. Ну, в общем, решив, что вот эти вот шесть человек, а потом уже вспомнил, что почему-то Джозефа Манча на фотографии не выложил. Вот она была готова. В общем, их теперь пять. Ну, если захотите, можете на него посмотреть. Значит, эти люди представляют разные пласты Американского либерализма в демократической партии. Самой влиятельной демократкой в 21 веке, ну, после, наверное, президента Обамы, когда он, по-моему, был президентом, была, естественно, Нейзи Пелоси. Значит, Нейзи Пелоси – это практический лидер демократа в Нижней палате Конгресса. Действительно, самый влиятельный человек демократической партии. Она 40-го года рождения, то есть ей почти 80 лет. Она в те моменты, когда демократы составляли большинство в палате представителей, она была спикером. В те периоды, когда демократы составляли меньшинство, она была лидером меньшинства палаты. Значит, дама итальянского происхождения, депутат от Сан-Франциско, ее округ – это именно город Сан-Франциско, самый либеральный город Америки. Значит, у Нейзи Пелоси две особенности. С одной стороны, она ярый сторонник всех либеральных, с социальной точки зрения, ценностей. То есть она, безусловно, была сторонником права на аборты, причем даже на поздних сроках без всяких ограничений. Право женщины распоряжаться своим темам абсолютно. Нейзи Пелоси долгие годы была сторонницей однополых браков. И это Сан-Франциско, где самая большая доля населения – это сексуальные меньшинства. То есть, понятно, там очень много фотографий, где наносит пелоси радужным флагом просто по одной простой причине, что заметная доля влиятельных ее избирателей в самом благополучном, наверное, по бюджетному соотношению городе Америки, потому что Сан-Франциско богатый город – это люди с гоносексуальной ориентацией. Значит, в то же время Нейзи Пелоси очень яркий политик, потому что она есть с примитивного плана. То есть два ярких примера. За время ее присутствия в Конгрессе было два импичмента. Импичмент президенту Клинтону и импичмент президенту Трампу. И когда был импичмент президенту Клинтону, то Нейзи Пелоси говорила, что недопустимо, чтобы Конгресс требовал от президента отчета в деталях того, в чего его обвиняют. То есть нельзя президент – это символ государства, это глава, это, собственно, вся исполнительная власть Соединенных Штатов Америки. Это человек, который отвечает за внешнюю политику. Не нужно его открывать такими вот подозрениями и требованиями Конгресса. Президент был демократ. Нейзи Пелоси была демократкой. Когда начался импичмент Трампа, то есть она, естественно, говорила, что президент должен обязательно ответить на все вопросы, которые ему задает Конгресс. Обычно позиция, решенная какой-либо ценности, имеющая отношение только к текущим политическим задачам, собственно, в этом все Пелоси. Именно поэтому она была и спикером, и лидером меньшинства, и занимала все эти посты в Американском Конгрессе, и была очень долгое время самым влиятельным конгрессменом, и до сих пор таковой остается. Значит, когда я делал объявление об этой лекции, я вывел туда фотографию, которую здесь на слайдах нет, значит, это то, что произошло буквально две или три недели назад, то есть где стоит президент Трамп на первом плане на трибуне и готовится обращаться к Конгрессу, отвечать на вопросы, которые ему задают в рамках процедуры импичмента. У него на заднем плане стоит вице-президент Майкл Пенс и Нэнси Пелоси, спикер Нижней Палаты. И Нэнси Пелоси рвет демонстративно тот отчет, который президент ей только что предоставил. То есть он предоставил отчет, повернулся к депутатам, а она ему провала. Это очень яркие политические игры. И принципиально важно, что она всегда занимала позицию достижения компромисса между разными кругами демократической партии, сама, видимо, не имея каких-либо совершенно женских идеологических убеждений, готова была балансировать. Другим ярким членом демократической партии в 2000-е годы была Хиллари Клинт. То есть те, кто недооценивает Хиллари Клинт, делают большую ошибку. Хиллари Клинт, особенно в 2000-е годы, сенатор от Мэриленда, один из самых реально влиятельных сенаторов Соединенных Штатов. Более того, это один из, наверное, ярких идеологов, даже можно сказать, неолиберализма, то есть той системы ценностей, которая начала закладываться для демократической партии в 90-е годы. Еще яркая фигура – это Элизабет Уоррен, это сенатор от штата Мэн. Штат Мэн – это Новая Англия. Новая Англия – это абсолютно сильные штаты, то есть это штаты, которые всегда голосуют за демократов. Тем не менее, она республиканка, которая уже не одно десятилетие, а второе десятилетие, по-моему, пошло, когда она сенатор от демократического штата. В настоящий момент считается, что Элизабет Уоррен – это ключевая фигура достижения любого компромисса между демократами и республиканцами в Сенате. Значит, ни один вопрос не может быть решен без ее влияния или на демократов, либо ее готовности находить компромисс с республиканцами. Значит, вообще республиканцы от Новой Англии с этой точки зрения занимают особое положение. Это люди, которые умеют балансировать, которые, придерживаясь консервативных ценностей, находят те из них, которые совпадают с либеральными ценностями жителей Новой Англии. Ну, например, Новая Англия, штаты либеральные. Но некоторые из этих штатов, например, считают, что не надо ограничивать право на ношение оружия свободно. То есть, такой скорее либертарианский взгляд на ситуацию. То есть, свобода, если уж свобода, то свобода во всем. Вот Мэн, например, и Нигемшир – это именно такие штаты. Значит, и поэтому она никогда не высказывается по проблемам ограничения абортов, значит, и постоянно высказывается по проблемам свободности и свободы обращения оружия. Здесь Денису, Кусинич, которого они могли бы вывести, и Верми Сандерс. Мы про него поговорим в следующей лекции. Соответственно, Кусинич был чревопалопистористик конгрессменом от штата Огайо, Верми Сандерс – это сенатор от штата Вермонт. Вермонт – это самый левый штат Соединенных Штатов, единственный штат, где на местном уровне есть третья партия – это партия штата Вермонт. Она более левая, чем демократическая партия. Это единственная, наверное, партия, которую можно считать условно стал демократической Соединенным Штатом. Значит, и Вермонт – это, кроме того, еще очень маленький штат. Очень маленький, очень свободный, значит, маленький, в смысле и маленький по территории, и людей там на миллионы человек не рассчитывается. В Вермонте нет ни одного города с населением даже сто тысяч человек. И Джозеф Мачи, которого я сюда не выложил, это другая сторона истории демократической партии. Это сенатор от штата Западной Вирджинии. Штат Западная Вирджиния исконно штат шахтерский. То есть Западная Вирджиния – это штат, где были лесорубы и шахтеры. Это долгие десятилетия, самый проблемный с экономической точки зрения штат США. Значительная часть жителей штата Западной Вирджинии еще с 60-х годов зависят от федеральных программ помощи опалачев. Есть федеральная программа помощи бедным округам опалачев, где есть моногорода, говоря нашей терминологией, где есть округа, в которых население уменьшилось за последние полвека в пять раз, даже больше есть. Было в округе сто тысяч человек, осталось десять тысяч человек. Где закрыта большая часть шахт, где не очень высокий уровень жизни, не очень высокий уровень безработицы, отток населения большой. Неоднократно перепись населения показывала уменьшение численности населения, что вообще большая редкость для Соединенных Штатов, там максимум замедление, для любого штата замедление только просто. И там были всегда сильные профсоюзы. Эти профсоюзы всегда поддерживали демократическую партию. Но благодаря серьезному перелогу в настроениях, вот эта синевродничковая, как говорят, Америка, Америка сельская, Америка рабочая стала приобретать в основном консервативные взгляды. Но на выборах в Сенат она по-прежнему голосует за демократов. Потому что это та фракция демократической партии, которую обычно называют демократы голубые собаки. То есть это те демократы, которые потом голосуют как республикации. И демократическая партия, не имея возможности просто-напросто найти еще каких-то влиятельных политиков на месте в Западной Вирджинии, для того чтобы зафиксировать присутствие своей партии и ее победу, они же побеждают, вынуждены поддерживать этих людей. Они, приходя в Конгресс, во многих случаях, особенно когда это касается ценностей социальных, голосуют точно так же, как республиканцы. И демократия Джузефа Манчина если почитать, то именно такой человек весьма интересный. Значит, про республиканцев недолго. Это, кстати, новый логотип республиканской партии. На него они унесли теперь свой девиз. Великая старая партия. Значит, так они себя позиционируют. Значит, это кандидат в вице-президенты на выборах 2012 года во многом поддержанном движении Чей Питти и консервативными кругами Пол Райан. Значит, Пол Райан – это человек, который считает, что аборты и право на аборты необходимо ограничить, который выступал всегда против однополых браков, который при этом выступал за полную отмену любых ограничений на оружие, в том числе штурмовое, значит, охотник, значит, ну, такой типичный американец из глубинки Среднего Запада. Значит, в настоящий момент он точно так же, как Нэнси Пелосип, только в несколько меньших срок, является постоянным лидером республиканцев в нижней палате представителей. Когда у республиканцев большинство, он становится спикером. Когда у республиканцев меньшинство, он становится лидером меньшинства. Значит, несмотря на, как говорится, такую легкую наружность, достаточно жесткий, очень консервативный, твердый в своих взглядах человек, который зачастую высказывает даже более консервативные взгляды, чем президент Трамп. Вот, и президенту приходится на него оглядываться, потому что это, наверное, сейчас один из самых влиятельных людей его партии. До этого те же самые функции в республиканской партии, фактически ее лидером был Джон Креймер, который в предыдущие полтора десятилетия тоже был либо спикером палаты представителей, либо лидером меньшинства в Конгрессе. Значит, еще одна фигура – это Александр Торн, во многом печально известный кандидат в президенты 2012 года. Печально потому, что именно Сан Торн сформулировал все ультраконсервативные и палеоконсервативные ценности в американской политике, в том числе связанные с декларацией неравенства мужчин и женщин, то есть это антифеминист, это человек, который при этом балансирует между палеоконсерватизмом и христианским консерватизмом, то есть он поддерживает радикальный еванглический группировок. При этом выступая, казалось бы, на поле, на котором за 10-20 лет до этого выступал под Бьюкином, который был телекомментатором, набирал 1-2% на американских праймерис. Сан Торн, который теперь говорит примерно то же самое, улыбается намного больше, тем не менее получает уже на праймерис несколько штатов. То есть Сан Торн занял на праймерис 12-го года второе место после Ветеронии. Это тоже очень серьезный показатель того, что в республиканской партии наступали на тот момент более консервативные взгляды. И вообще американский консерватизм был на очень большом подъеме. Каким образом это все реализовалось к 16-му году, поговорим в следующий раз. Тед Круз тоже фотографию сюда не вывел. Это другая сторона проблемы. Это, вернее, другая сторона американского консерватизма. Это один из тоже кандидатов на выборах на праймерис республиканцев в 12-м году. Там был Джер Буш, там был, как его звали там, из Флориды. Тоже латиноамериканец вылетел из головы, да. И вот Тед Круз на самом деле это новое поколение латиноамериканцев, которые уже не по умолчанию либеран и не по умолчанию сторонники демократической партии. Это человек, который транслирует консервативные ценности, семейные ценности, при этом в достаточно мягкой форме. То есть и он, будучи губернатором, он был губернатором штата Техас лет десять назад, не очень долго, правда, он был губернатором штата Техас и на этом посту, в общем, продолжал во многом дело предыдущего губернатора Джорджа Кушан-Ланжело. Значит, две дамы сверху, это Лиза Мурковски и Сизан Коллинз, это сенаторы от Аляски и от Мэна. Так, конечно, я с обманул, конечно. Так это же Лиза Мурковски, она же от населивания, нет, на этом все. Вот, соответственно, про консервативную республикантку, про все, что я говорил, это касается Сизан Коллинз. Значит, это наиболее мягкие либеральные круги республиканской партии. Значит, это те сенаторы, которые всегда выступают за компромисс между республиканцами и демократами и за решение вопросов вне сферы ценностей. То есть, если мы говорим об экономике, значит, нужно говорить об экономике. Если мы говорим о фискальной политике, значит, нужно говорить об уменьшении налогов. Но если, соответственно, речь идет о ценностях, то это частное дело людей. Вот эта позиция становится для республиканской партии тоже все более влиятельной. И вот эта вот ситуация, когда центр республиканской партии, когда уже просто республиканцам быть невозможно, а ты либо представитель чайной партии, значит, либо ты, соответственно, как Александрум, практически христианский экстремист, либо ты такой прогрессист, значит, только республиканский, и говоришь только про конституционный какой-то консерватизм, про фискальный, то от центра выпадает, и республиканская партия находится в каком-то состоянии прурлений. Но эта прурлений показывает, на самом деле, что она во многом более живая, чем демократическая, и американский консерватизм не то что не жил себе и не умер, а выдаст еще что-то весьма значительное, я думаю, что в ближайшие десятилетия, и в том числе на ближайших же выборах. Потому что я думаю, что Дональду Трампу так легко получить номинацию на праймерице республиканской партии не получится, ему придется побороться, потому что внутри республиканской партии у него противников много, тем более возраст. По этому блоку есть вопросы? – Какой штат самый левый? – Лермонт. – Клинтон был от какого штата? – Клинтон был от Канзаса. Это был как раз залог его победы, потому что он был от кружного штата. – А, Хиллари? Мэрилинда. Она же из Мэрилинда сама. Это, да, это к северу от Вашингтона, то есть, получается, пригороды Вашингтона, штат, который исконно был Диксием, то есть к югу от линии Мэйсона Диксона, то есть южным штатом, рабовладельческим когда-то. Но он воевал на стороне севера, будучи рабовладельческим штатом, и потом он, будучи южным штатом, тем не менее, одним из первых стал переходить под демократом. Основой этого было развитие агломерации города Вашингтона, то есть, когда на территории штата Мэрилинд 3 миллиона человек живут в пригородах Вашингтона и, по сути, работают на суперлиберальный город, то, соответственно, все настроение общества меняется. Поэтому Хиллари Клинтон, будучи женщиной, но при этом южанкой, легко победила в либеральных штатах демократическом, он демократически неисконно. А у нас пригорода в чем-то? Ну, получается, что да. Штат не очень большой, Мэрилинд небольшой штат. Он буквально зажат между Пенсильванией и рекой Потопок. Есть у нас очень важная тема СМИ, которую мы долго откладывали, но сейчас ее нужно разобрать. Значит, самым главным трендом, самой главной тренденцией изменения на рынке средств массовой информации в 21 веке, естественно, является уменьшение роли печатных крест. Тем не менее, когда мы говорим про американские медиа, про средства массовой информации США, надо иметь в виду, что он, возможно, один из самых консервативных в мире. То есть в Соединенных Штатах до сих пор больше, чем, наверное, в большинстве стран развитого мира читают бумажные газеты. Они действительно выходят очень много. Вот там вот сверху график, как уменьшалось количество компаний, выпускающих газеты. Но чаще всего одна компания выпускает одну газету. Редко, когда бывает какая-то сеть из разных газет, это прямо единица. Бывает, когда одна газета в нескольких городах выпускается, а тогда это одна ферма. Так вот, с 2000 года по 2013 количество снизилось, вот там было 6200, стало 4500. То есть с рынка ушло больше полутора тысяч изданий. Значит, ушли, в первую очередь, небольшие газеты. Но еще более серьезно изменилось количество людей, которые работают в фресе. То есть если в печатных СМИ в начале 90-х годов работало больше 60 тысяч журналистов, то к 2010 году их было 40, а лет пять назад, в 2015 году их было 33 тысячи. То есть за жизнь одного поколения практически половина журналистов, которые работали в печатных СМИ, может быть в этом потеряли руки. При этом еще более важная тенденция – это объемы в денежном выражении с поправкой на инфляцию рекламного рынка в медиа-изданиях. И вот это вот постоянный рост печатных СМИ. Потом начинается интернет. Резко начинается интернет, особенно мобильный. И количество денег, которые издания получают, печатные от рекламодателей, уменьшается в разы. То есть в 4 раза практически. При этом рынок, реклама в интернет-изданиях не растет пропорционально. То есть он должен был вот так, по идее, вырасти, а он не вырос. Это привело к тому, что дискуссия о том, на чьи деньги существуют средства массовой информации в США, насколько они остаются независимыми в нынешней ситуации, насколько они остаются новостными ресурсами. В первую очередь, как касается газет, это самые серьезные вопросы, в том числе и американской политики. Значит, если говорить про американский степлишмент, то есть, грубо говоря, те, кто принимает решения на федеральном уровне. То есть, когда социологи делали соответствующие исследования, то примерно пришли к той точке зрения, что американскую политику на федеральном уровне, ну, осуществляет около 6-7 тысяч человек. Значит, из них 4 с лишним тысячи – это люди из корпоративного бизнеса. Ну, то есть, это владельцы и топ-менеджеры, генеральные директора крупных корпораций. Ну, это, в общем-то, логично. Значит, потом, это ректоры, главные ряда ументов крупных университетов. Это еще несколько, там, сотен человек. Это очень влиятельные. Значит, это все американские конгрессмены, которых там 100 сенаторов и 425 депутатов в Нижней Палате. Вот. Это несколько десятков федеральных чиновников из исполнительной сферы. Вот. И несколько сотен человек, возможно, до тысячи – это владельцы и управляющие средств массовой информации. – телевидения, газет, журналов. Раньше были радиостанции, потом они все, естественно, ушли. Вот. Потому что радио сейчас не является. Так вот. Получается, что люди, которые имеют огромное политическое влияние, потеряли рынок, рынок рекламы. Из каких источников они обеспечивают существование издания как средства массовой информации? Это, соответственно, важный вопрос. Простой вариант ответа, который приходит в голову, они кому-нибудь продались, значит, и выполняют чьи-то корпоративные интересы, не отражая действительности. Потому что если СМИ перестает быть СМИ, значит, то оно резко теряет читателей. Это закон. То есть трансформация газет и журналов, в первую очередь газет и журналов, произошла по следующей модели. Они перестали быть новостными средствами массовой информации, они стали аналитическими средствами массовой информации. То есть они сокращают корреспондентскую сеть, которая заменяется частично у нас в интернет. То есть если где-то что-то произошло, то оно выложено в интернет. А просмотр и анализ сетей занимает гораздо меньше человеко-часов, чем посылка корреспондента в разные города. То есть это огромная экономия огромного количества времени. Потом, соответственно, есть большое количество активистов, так сказать, гражданских журналистов, которые сами, блогеров, которые сами выполняют функции информирования. Значит, вообще по оперативности информации никакая газета сейчас с интернетом соревноваться не может. тем более журнала. Соответственно, они должны переходить в формат аналитики и подведение итогов, либо, что пользуется огромным спросом, рейтингов. Первым по этому пути пошел журнал NewSync, который в 2010 году вообще перестал печатать хоть что-то похожее на новости. То есть это сразу пошла аналитика. Значит, два других мощнейших журнала, а в США три журнала, которые, ну, имеют тираж больше миллиона экземпляров, руководство которых точно, и имеют статус одних самых влиятельных людей в Соединенных Штатах. Это журнал Time, NewSync и журнал US News. Значит, три газеты, по крайней мере. Это New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Раньше было еще New York Times. Это тоже верхний супертоп изданий, которые, ежедневные газеты, которые частично уже переходят в интернет, тем не менее, тоже отказываются в значительной степени от новостей, а занимаются адаптацией, интерпретацией, комментированием, аналитикой этих новостей. Значит, журнал New York Report вообще ушел из печатных изданий. Это одна из обложек уже журнала, ну, в формате журнала, но это, по сути, рейтинг американских вузов. То есть каждый журнал выпускает свой какой-нибудь там супер рейтинг, как журнал Forbes, рейтинг самых богатых людей. Все его читают прекрасно, Forbes журнал второго уровня, но все равно очень сильные и влиятельные. Значит, и вот New York Report, он консервативный по взгляду журнал, он поддерживает республиканскую партию, единственный из крупных журналов. Значит, сосредоточился на том, что в печати он выдает только вот этот рейтинг, которого ждут каждый год. За это борются вузы, все хотят попасть в этот рейтинг, его ждут выпускники школ, его хотят посмотреть политики. От этого зависит котировка акций во многих сегментах экономики. Она очень важна. И на этом они, конечно, на распространении просто этой информации, даже на бумаге, получают значительную часть денег. Но все, что касается аналитики, даже уже не то, что от властей, все перешло в интернет. И New York Report, получается, один из первых по такой модели трансформировал динамику своего издания. При этом нужно иметь в виду, что в интернете американском резко меньше независимых СМИ, в отличие, например, от российского рынка, где многие существуют именно настоящие СМИ, только в интернете. Подавляющее большинство американских СМИ в интернете – это дубли уже существующих или незадолго до этого существовавших печатных изданий. Которые до сих пор еще ведут этот сайт, просто параллельно дублируя. В некоторых случаях сайт развивается самостоятельно. Там другое наполнение, другой контент, в том числе больше числых новостей. Но тем не менее, вопрос в том, что сайты, судя по всему, не дают увеличение рекламного рынка. И он точно не растет с теми темпами, с которыми падают основные сегменты рекламного рынка. Тем не менее, именно в интернете, в интернет полностью первыми ушли, по крайней мере, два сегмента. Они, правда, считаются знаковыми для американской интернет-медиа. Это журналистские расследования. Журналистские расследования уже с середины 2000-х годов в газетах практически не печатаются. Вот это три мощнейших ресурса, которые целиком сосредоточились на журналистских расследованиях на территории США. И существуют они, в первую очередь, как интернет-проекты. Второй сегмент – это сегмент, связанный с обзорами и аналитикой, связанный с технологиями и программными продуктами. Соответственно, вот логотипы трех изданий, которых тоже миллион читателей, которые входят в топ-1000 мирового рейтинга сайтов. И они сразу полностью ушли в интернет. Но это логично, если вы читаете про компьютеры, вы будете читать это не на бумаге. Это сразу с начала 2000-х, середины 2000-х точно присутствует в интернете. И мощнейшей причиной того, что новости не являются первичными задачами средств массовой информации, это канал YouTube. В связи с тем, что на нем размещается все, что только угодно, это является первичной информацией источник. А уже средства массовой информации начинают это интерпретировать, комментировать и встраивать в ту или иную картину мира. Что не является на самом деле идеологией и манипуляцией во всех случаях. Вопрос, для какой категории, для какой аудитории они работают. И вопрос аудитории, позиционирования СМИ для той или иной аудитории – это важнейший вопрос выживания, с учетом того, что рекламный рынок резко сжался. Еще интересная ситуация в сфере телевидения. Во-первых, в 21 веке к четырем старым американским телеканалам добавился пятый. Три канала, я напомню, большая тройка, которая возникла еще в 40-е и 50-е годы – это ABC, CBS и NBC. В конце 80-х, в начале 90-х появляется канал Fox, который, в отличие от NBC, CBS и ABC, не пытается позиционировать себя как нейтральный. Он четко консервативных корореспубликанских взглядов. Это изначально издание Рубрида Мердока, австралийский изначально медиамагнат, который стал британцем, американцем в какой-то степени. Fox – это изначально его проект, и новости на Fox существенно отличаются от эфиры других каналов. Дополнительно к этим четырех каналам, у которых аудитории могут достигать десятков миллионов, появится еще один канал – CW, который возник из нескольких слившихся между собой либо сегмент NBC, либо еще независимый телеканал на дорогу, начинающийся по названию. Это уже канал, который не имеет своих новостей, но иногда встраивает свою сетку новости, в том числе на местах, в некоторых случаях производят новости, некоторые региональные бюро. Но, в общем и целом, все телевидение в первую очередь делает шоу. Шоу под ним понимается все – и телесериалы, и ток-шоу, и какие-либо документальные фильмы, и расследования, и во многом аналитические новости. Это тоже кто-либо шоу. То есть шоу в широком понимании этого слова. А Огром на каком Огром идет? Сибириастома, я не помню. Ага, медиотека, это Netflix. Значит, смотрите, что еще принципиально важно? Сейчас, секундочку, потом вопрос, чтобы я не сбился. Кроме того, в Соединенных Штатах еще возник вдруг неожиданно именно в 21 веке мощный рынок телевидения эфирного на испанском языке. То есть доля испаноязычных жителей увеличилась до 45 миллионов, по данным 2015 года 45 миллионов человек в США, которые предпочитают смотреть телевизор на испанском языке, а не на английском. И здесь два телеканала, Univision и TeleMundo, которые, в общем-то, в большинстве случаев эту аудиторию осваивают. И что принципиально важно, Univision даже стоит по размеру аудитории на пятом месте. То есть он обгоняет, казалось бы, вообще американский канал CW. Вот TeleMundo там где-то на седьмом месте и так далее. Вот это и первый телеканал. Но кроме этого, и мы уже про это говорили с вами на одной из предыдущих лекций, кабельные телеканалы, которые принципиально позиционируют себя как занимающие какую-то часть аудитории в определенном сегменте, как развлекательные, например, MTV или TNT, как канал, который посвящен природе, Discovery или DTV или ASAD, как новостной и круглосуточный канал, как CNN, как канал, который выпускает, в первую очередь, сериал HBO. Вообще в Соединенных Штатах несколько сотен кабельных каналов, только спортивных кабельных каналов, которые зарабатывают на том, что ты платишь за подключение к кабельному телевидению и за подписку, их не меньше 30 общих федерального формата штук. То есть десятки каналов, которые рассчитаны на аудитории, на спорт, на телесериалы, на развлекательные, на музыку. Кроме того, Netflix — это потоковое телевидение, где вообще берут просто за подписку. Значит, как Netflix, точно такой же проект, тут запускает HBO и HBO Max, тут точно такой же проект Disney+, буквально с прошлого года начавший бизнес и уже отхвативший аудиторию несколько миллионов человек. Значит, это телевидение, которое сразу, по сути, идет в интернет и сразу существует в интернет-формате. То есть я напомню, что Netflix, например, снимает сериал и выкладывает сразу весь сезон в один день. То есть там нет эфира как какого-то. То есть вы просто берете и смотрите все 27 сезона сериала и радуетесь. Хотите 5 — посмотрите, хотите 20 подряд. То есть именно таким образом модернизируется телевидение. В то же время до сих пор крупные каналы, а именно NBC, CBS, NBC и Fox, дорожат своими новостными шоу. Хоть они теперь шоу, тем не менее они все равно новостные. Вечерние, утренние, там разные форматы. И несмотря на то, что влияние тех людей, которые ведут, когда обычно практически авторские программы, сильно отличается от того влияния, которое оказывали на сердца американцев великие дикторы 60-х, 70-х и отчасти 80-х годов, типа там Филадонах. Но тем не менее это все равно очень значимые, влиятельные ресурсы. Для того, чтобы немного задуматься о том, как трансформируется современный американский рынок телевидения, я все-таки, правда с поправкой, что не все может быть так однозначно, Я рекомендую все-таки посмотреть сериал Newsroom, это сериал где-то 2012 или 2013 года, издали несколько сезонов было, про выдуманный кабельный телеканал, который выпускает вечернее шоу. И там поднимается очень много проблем как раз текущей американской политики 9-го, 10-го, 11-го и 12-го годов. Или 10-го, 11-го и 12-го годов. Как раз Occupyable Street, Debooter, Горизонт, Чайная партия, трансформация глобальной идеологии в республиканской партии с либеральной точки зрения. Это очень интересно. То есть под главным героем выведен, соответственно ведущий и автор этой программы вечернего выпуска новостей, выведен человек, который считает себя старым республиканцем, убежденным, но тем не менее, соответственно, его возмущает новые веяния республиканской партии Безумие Алишель Бахман, уртраконсерватизм Лика Сантормо, и он говорит, верните мне мой настоящий классический механизм, мой настоящий классический консерватизм. Это очень интересная система взглядов, и она изложена весьма неплохо. И заодно видно, как меняется рынок телевидения, как меняется он под влиянием рейтингов, как может работать руководство телеканала с производителями контента, изменяя это. То есть прям реально полезный сериал. Про СМИ вопросы какие-то есть? Да, скажите, пожалуйста, аналитика педиатрические данные, она сразу все в интернете? Ну, сейчас чаще всего все одновременно выходит в интернет, но дело в том, что журналы, которые сдаются на бумаге, значительная часть полос газет и значительная часть телешоу, это теперь уже не изложение событий, а комментарии к этим событиям, анализ этих событий. В том числе резко увеличилось количество авторских колонок. То есть получается человек свою авторскую точку зрения и подписывается под этим. С одной стороны, это очень необычно и как будто бы противоречит формату СМИ классическому, когда само издание отвечает за то, что они выкладывают. Вот, например, старый принцип журнала The Economist лондонского, который, когда они печатают статью без подписи автора, то есть как редакционную, практически все основные статьи они печатают именно таким образом. То есть это работа на репутацию издания. То есть все, кому надо, все могут узнать, кто написал, но, тем не менее, изначально они печатают, как будто это мы так все вместе. Вот, мы за это отвечаем. С другой стороны, энциклопедии классические, например, британские энциклопедии и так далее, все абсолютно статьи подписываются конкретным автором. Он гарант того, что в этой статье энциклопедически написано. Она не нейтральная, никто так не сказал. Это частный взгляд конкретного эксперта. Так вот, значит, получается, что СМИ сейчас, выкладывая аналитику, балансирует между двумя вот этими принципами. А в чем именно заключается репутация издания? В том, что они дают профессиональному человеку или в том, что они поручаются за любой контент, который на их страницах выкладывается. Но в любом случае двигается как раз в сторону аналитики, которая представляет собой авторские колонки. Вот так. А вот продолжение как раз-таки этого вопроса. Все-таки доминирует авторская или редакционная аналитика? Ну, а редакционная аналитика в каком случае может быть? Если газете нужно реализовать какой-нибудь свой проект. А основной проект СМИ – это привлечение аудитории. Поэтому, вопреки привлечению аудитории, никакой редакционной политики не будет. А так как любой человек, который может написать то, что понравится аудитории, скорее всего, человек с собственной точки зрения и хорошо пишущий, и знающий себе цену, он может идти в другое издание, то, соответственно, лучше дать ему, наверное, свободу. Хотя, я думаю, что в каких-то конкретных случаях может быть все что угодно, включая конкретные обязательства конкретного издания перед, например, конкретными инвесторами. Все что угодно может быть. Газеты маленькие, газеты большие. И влияние американских корпораций на свободу американского медиарынка – это одна из самых серьезных тем изучения для современных социологов и политологов в американских вузах. Целые гранты на это выдаются. И это действительно очень интересно. Еще один момент технически исключительно. Заметно ли уменьшился экземпляр изданий в связи с управлением с материалом? Уменьшили по толщине газеты? Ну, сам тираж вообще… А, тираж. Не, про тираж я просто в прошлый раз говорил, он с тех пор не изменился. Ну, то есть, тираж остался такой же, как 15 лет назад, уменьшилось количество самих изданий газет. А вообще, по сравнению с 40-ми годами, да, он, конечно, упал в разы. Просто он падал до начала 21-го века, а потом остался примерно на 2 уровня тиража. То есть, это не зависимо от того или и интернету? Ну, а как считать? То есть, есть, например, такой расчет – количество газет на 100 миллионов человек населения. Вот, этот показатель уменьшился, потому что за вот эти вот 20 лет население Америки на несколько десятков миллионов выросло. Ну, то есть, а газет чуть-чуть уменьшилось, значит, этот показатель уменьшился. Что касается самого размера газет, то мне тоже было интересно, насколько, но я не нашел цифр, потому что изначально американская газета середины 20-го века – это вот такой талмуд, в которой там может быть 100 страниц, там все рекламные приложения, оно может быть с приложениями весить 4 килограмма и все такое. Ну, то есть, это гигантское на самом деле. Гигание там в какой-нибудь портовом городе по традиции, начиная с 20-го века, с начала 20-го века, пишут все корабли, входящие в порт, пишут, кто заключил браки в каких-нибудь мелких газетах, да и иногда в крупных. Вот, это точно уменьшилось. Вопрос в какой степени. Вот, цифры я, к сожалению, не нашел. Если я найду как-нибудь, то скажу. Спасибо большое. А что случилось с этой Лос-Анджелес Таймс? Там было долгое тяжелое банкротство, в итоге их перекупили, но теперь они уже не являются влиятельной газетой, настолько влиятельной газетой. Но, тем не менее, многие журналисты именно из Лос-Анджелес Таймс продолжают работать, но уже в сфере несколько более глубокой. То есть я читал, по крайней мере, несколько книг, которые написали журналисты Лос-Анджелес Таймс. Например, про нелегальных миграторов из Северной Карелии и Южную. То есть люди перешли на другой уровень, то есть это уже не газетный формат, но они по-прежнему журналисты Лос-Анджелес Таймс. По сути уже аналитики, либо как штатные писатели, которые лежат в штате. Может, коммунистая часть. Так, давайте, не знаю, как насчет Верховного Суда, но про коренные народы мы точно затронем сегодня все, что планировалось. Значит, немного к вопросу о резервациях. Про резервацию уже говорили не один раз, я просто напомню, что история резервации, история давняя и сложная. Значит, в первую очередь индейская резервация, а их на территории США больше трехсот штук. Значит, они занимают общую площадь почти четверть миллиона квадратных километров из почти девяти миллионов квадратных километров территории США. Ну, то есть довольно много, почти пять процентов территории. Вот здесь вот цветным обозначены территории резервации и несколько иных форматов, отделяющих индейское население от основной территории США. На территории резервации не действует законодательство штата, на территории которого они находятся. И соответственно, административное законодательство округа, потому что округ это часть администрации штата. Значит, действует только федеральное законодательство и законодательство того племени, которое официально признано американским правительством. Существует бюро по индейским делам, вот ему почти 180 лет, значит, ну да, 180 лет скоро будет. Значит, вот это бюро по индейским делам, у него есть несколько структурных подразделений, крупнейшим из них является бюро по здравоохранению на индейских территориях, так это называется. То есть, действительно, с несколько десятков миллиардов долларов бюджетом организация, которая частично своим персоналом затыкает дыры, потому что не каждое время может себе позволить нормальную систему здравоохранения и медстрахования. Вот, но и американским корпусом, одним из родов войск американских, которые участвуют в ликвидации эпидемии в случае чего и будут работать в индейских резервациях. А вот у них семь родов войск, на самом деле мы знаем про пять, а два – это очень специфические, у которых всего несколько тысяч человек служат. Так вот, значит, там не действует законодательство штата, но действует федеральная законодательство. И история взаимодействия федерального законодательства с индейскими племенами, племен, кстати, 550, и у двухсот из них нет, получается, своей резервации. То есть они экстерриториальны, по сути, но не признаны. Значит, это история вмешательства федерального правительства в модели распределения земли. Существует акт Верда, по-моему, называется, конца 19-го века, прямо в 98-го, 96-го, 1898 или 96-го, где, по сути, ликвидировалось общинное землевладение. То есть это нанесло огромный удар, ситуация в резервации вытеснила большое количество людей за пределы резервации и, в общем, изменила социальную картину. Значит, потом в сороковые годы приняли обратный акт, где сама резервация смогла решать этот вопрос, и это привело к обратному эффекту. То есть многие резервации сами в себе закуклились и стали сильно отставать от развития на всей остальной территории Соединенных Штатов. Значит, и правительство, в том числе после реформ Великого общества 60-х годов, стало туда просто приходить с конкретными интервенциями в сферу здравоохранения, в первую очередь, обеспечения безопасности иногда, и иногда в сферу образования. Хотя большинство вопросов образования все-таки лежит в виде внедрения. Значит, как вопросы все связаны с землеустройством добычи полезных ископаемых. Значит, все резервации имеют автономию в сфере выдачи рецензий на добычу полезных ископаемых на свои территории. Значит, именно добыча полезных ископаемых на территории индейских резерваций и горные зоны – это главные статьи дохода большинства индейских резерваций. Ну, нужно иметь в виду, что, собственно, показатель по уровню людей, закончивших high school – это старшая средняя школа. Ну, то есть старшая класса средней школы. Значит, получается, 30-40% только жителей конкретных резерваций заканчивают среднюю школу. В то время, как вообще американские индейцы – три четверти американских индейцев, то есть точно так же, как в среднем США. 80% в среднем США заканчивают старшую класса средней школы. Вот, то есть в резервациях ситуация намного хуже. Кроме того, я уже рассказывал, проблемы алкоголизма, наркомании, значит, кучи других социальных проблем. Значит, кроме того, кроме резерваций на территории США существует еще несколько форматов в той или иной степени автономного существования индейских племен. Значит, есть понятие «индейское поселение», значит, «индейский поселок». Это территория, которая возникла на территории какого-либо города. Чаще всего они возникали в начале 20-го, в первой колонии 20-го века, где индейцы селились локально, вот такое сообщество. И сейчас там им дают возможность самоуправления в определенном круге вопросов вне зависимости от привязки к какому-либо племени, потому что там люди могут быть из трех-четырех племен, потому что они приехали в крупный город на работу. И соответственно вот этому поселку дается определенный уровень самоуправления и даже бюджетного регулирования. Это таких поселков, что-то около 60 в США, насколько я помню. Значит, большинство из них находятся там на территории Невады, Калифорнии и так далее. Есть еще одна территория и еще один способ организации. Это время без резервации, но тем не менее с частью прав на территории, связанных с землей. Вот, например, штат Оклахума, у которого очень интересная история индейского заселения. Вот там индейский территорий на территории индейской территории и штат Корректор Окрахова. Раньше это было две территории, индейская территория и территория Оклахума. И вот все, что цветным покрашено, это та территория, которая была выделена тем или иным индейским племенам, как тогда объявлялась на речне. В первую очередь это так называемые пять цивилизованных племен, которых переселяли в Аклахому с американского юга. Так называемая «Дорога слез» — это 30-40-е годы XIX века. Это проект президента Эндрю Джонсона, основателя демократической партии. Это индейские времена, которые при образовании штата Аклахомы в первом десятилетии XX века отказались от резервации, но сохранили существенные права, связанные с правами племен на всю территорию, которую раньше занимала не совсем резервация. То есть это была чуть больше, чем резервация. Вот это, например, здание Северо-Восточного университета штата Аклахомы, университета, где даже часть образования проходит на языке Чироки. То есть это собственность племени Чироки, они живут вокруг города Талса, на северо-востоке штата Аклахомы, там везде указатели двуязычные, в том числе буквами из азбуки Секвои. Боже Секвои придумал азбуку в 30-е годы и так далее. То есть уровень образования жизни Чироки и Чикасо в среднем равен уровню жизни белых американцев. Это высокий уровень жизни. Извините, могу неинтересоваться, это за счет федерального бюджета? Нет, конечно. Вот здесь нет резервации. Это просто люди, которые полностью вписались в уровень... Это не резервация, это дело. Это на Т город называется, он не очень большой, я забыл, как он называется, недалеко от Талса. То есть вообще город с самой большой долей индейского населения, это город Талса, северо-восточная Оклахоме. Вообще в Оклахоме индейцы составляют 9 почти процентов населения, это один из самых высоких процентов, в Талсе почти 15 процентов населения. В общем, там просто можно найти университет Чироки. То есть это не резервация ни в коем случае, то есть это экстерриториальное образование, но тем не менее определенные права, связанные с разработкой земли на территории бывших резерваций, даже территории не резерваций, это высший статус. Они, соответственно, только с руководством племени в той или иной степени согласуются. Но, как я сказал, эти народы, они полностью вписаны в американский образ жизни, и там, если что, у Чикто есть один астронавт, он по происходящему не у Чикто. То есть их действительно много, и их не воспринимают даже очень часто как индейцев. То есть более того, значит, изменилась и сама динография размещения индейского населения. Но вот это казино в разных индейских резервациях и специально у них есть. Значит, если в 1940 году 8% индейцев только жило в городах, то к 2012 году доля индейцев, которые живут в ней резервации, увеличилась до 70%. То есть подавляющее большинство индейцев не живет в резервациях. То есть более того, резервации с таким уровнем жизни, с таким уровнем социальной инфраструктуры просто теряют людей дальше. То есть ты выбираешь либо у тебя национальная культура и ограничения на свободный оборот земли, а чаще всего в большинстве резерваций, вернули после 40-х годов общины землевладения, очень тяжело с собственностью и все такое. То есть либо ты уезжаешь в большой город и начинаешь жить нормально. В общем, вот это для понимания территория стран Америки, чем более ярко закрашена, тем выше доля индейского населения. Вот мы видим, что на территории Соединенных Штатов Нью-Мексико, Аризона, Аклахома, Северно-Южная, Дакота, Монтана, это от 5 до 10% население индейское. И на Аляске больше 10% населения коренное, не только индейское, там еще Эскимоса и Ют. Здесь меньше 1% на большей территории центра и востока. Вот только там в Северной Украине есть индейские резервации, широкие от латнического прилежья, там отдельная кремия. Значит, также возникли некоторые лоббистские организации, которые в настоящее время объединяют сотни тысяч человек, имеют большие бюджеты и лоббируют по предфедеральному бюро по делам индейцев и в Конгрессе интересы индейских резерваций индейского населения. Самые крупные – это Национальный совет молодых индейцев. То есть они в первую очередь лоббируют федеральные программы, связанные с образованием, здравоохранением, развитием социальной инфраструктуры и лоббируют перед федеральным правительством вмешательства в конфликты между резервациями и штатами. Потому что у штатов к резервациям, естественно, так как они экстравитариальны, огромное количество вопросов, потому что там не может действовать полиция штата. Там полиция племенная, она может быть очень часто окоррумпированная, это создает огромные проблемы. Если через резервацию идет дорога, то, соответственно, если там нет никаких федеральных структур, которые охраняют это, то могут возникать определенные сложности. Соответственно, все эти вопросы, связанные с финансированием, с взаимодействием, с конфликтами, вот эти логистские структуры пытаются решать. Иногда они реализуют и более политизированные вопросы, например, там были вопросы о индейских реликвиях неоднократно в 21 веке возникает, когда это были массовые демонстрации, в том числе поддержанные либеральной университетской молодежью. Вот, собственно, это полноценная организация, которую весь спектр интересов, как они видят, коренного населения, коренных американцев поддерживает. В Соединенных Штатах есть термин «коренное население США», «коренное население США», «коренные американцы» и «коренные жители Аляски и Аляски». Соответственно, эскимосы и аринуты. Но здесь есть вопрос, что на Аляске живут индейцы, а эскимосы и аринуты только по берегу. Конципиальное отличие между этими группами населения, как вы понимаете, мощнейшее, и по образу жизни, и по языку. И на Аляске произошло еще несколько серьезных явлений. Так вот, в 1971 году был принят закон об урегулировании претензий к ринут жителей Аляски, так называемых. То есть это закон, по которому были урегулированы все давние скопившиеся после покупки в России взаимные претензии племен и правительства, и правительства штата по землям. В том числе связанные с выплатой компенсации за фактически занятые земли и так далее. Для этого была создана специальная комиссия, которая разбирается с этим уже многие десятилетия. В ответ на урегулирование вот этих претензий была принята специальная программа. И все народы Аляски, кроме одного маленького идейского премии где-то на южных островах Аляски, отказались от резервации. Резервации были ликвидированы. Население идейское, эскимовское, а южное было интегрировано в систему управления штата. То есть получается по генеральным законодательствам они так ходили, а теперь они снова действующие законодательства штата. Но при этом они потеряли некоторые права. И в 1972 году попытка и получить компенсацию за землю, и получить налог на прибыль за добычу полезных ископаемых на территории бывших резерваций привел к определенному конфликту. Этот конфликт был реализован в суде, который длился несколько десятилетий. В 1998 году было принято решение Верховного суда запретом сбора налога на прибыль племенных администрации Аляски. То есть было признано, что раз они получали компенсацию за землю и при этом отказались от резервации, значит они не имеют права на налог на прибыль от добычи полезных ископаемых, которые на их бывшей племенной территории добываются. Это очень спорный вопрос, который демократическая партия скорее выступает против него, а республиканская скорее за него. Ну то есть, что интересно, защищал этот закон, а именно запрет на получение налога для индейцев, Джон Робертс, будущий председатель Верховного суда США. Ультраконсервативный, ну не ультраконсервативный, а весьма консервативный сборк. Значит, ну в 72-м году я просто нынесу закон о защите морских и мелькопитающих с исключением для коренных жителей Аляски. Ну то есть, как и для российских приморских кучучей истимосов, для истимосов и алиутов в Аляске существует право на китобойные промыски. Еще одно отличие, подавляющее большинство алиутов на Аляске православных. Вот. Это единственный, по сути, православный народ США, значит, так концентрирован на проживающих. Поэтому, получается, территории полуострова Аляска, непосредственно острова Кадьяк и алиутских островов, это единственная территория в США, где проработает православное население. Еще, правда, не забыл сказать. Значит, в 2013 году был принят закон о распространении закона о домашнем насилии на индейские резервации. То есть, до этого он не действовал. Вот и в 2013 году правительство Обамы, вопреки лоббированию индейских организаций, значит, провело через Конгресс этот закон о том, что закон о домашнем насилии действует и для индейских резерваций. А что там есть место быть проблемами? Там гигантские проблемы. Есть там алкоголизм, накормания и социальные проблемы. Они выше, чем в Соединенных Штатах. Вопрос в том, что в этом отношении племена резервации были неподотчетные федеральному правительству. Этот закон не применялся. И явно племенные Советы не собирались его принимать. То есть, это было под давлением правительства Обамы. Индейские и лоббийские организации, конечно же, были против, но мотивируют это тем, что вмешательство дальнейшего федерального законодательства в племенные вопросы – это дальнейшая ликвидация самоопределения народов и автономии. А лоббийские организации сами деятели? Да, конечно. Они нанимают, но там современные люди. Естественно, среди индейцев есть тоже и адвокаты и все что угодно. Но понятно, что они нанимают на работу профессионалов, независимостей от развития принадлежности. А какой форме было изменение генерального правительства? Это было торжественное изменение правительства Обамы о том, что именно американское правительство виновно в лишении индейского населения земли и права на эту землю. Там не было каких-то как-то реквизиев? Там было вопрос о земле, в первую очередь. А, и в земле? Да, там был вопрос о земле. Ну, потому что целенаправленного геноцида индейского народа со стороны федерального правительства точно никогда не было. То есть вопрос в том, что президент США может извиняться только за федеральное правительство. Федеральное правительство отнимало землю. Вот за это, естественно, он извинялся. Причем у него это было прям практически пунктом предвыборной кампании. И именно из-за этого его индейские лоббистские структуры тоже поддерживали на работу. На новые земли и не влияют. То нет, конечно. Так, это же было все закреплено в новом законодательстве 40-х годов о отмене акта Бюрба. Значит, еще одна группа коренного населения США – это гавайцы выход из Тихоайанских островов. Напомню, что у США, кроме Гавайев, на территории Тихого океана находятся несколько территорий. Это остров Гуан, это северно-маварианские острова, это американское Самоа. Кроме того, Соединенные Штаты стали точкой привлечения населения мигрантов из своих бывших колоний. Это, получается, северно-маварианские острова Гуан, американское Самоа, гавайские острова. Кроме этого, бывшие американские колонии Палау, федеральные штаты Микронезии, вернее, подопечные территории Маршала и острова. Ну и на самом деле со всех остальных территорий Полинезии, Микронезии и Меланезии тоже едут мигранты на территорию Соединенных Штатов. И мы видим, что численность буквально за 10 лет, численность каждой из групп населения существенно увеличилась. То есть только микронезийцев в 2 раза больше стало, полинезийцев в 1,5 раза, гавайцев на 100 тысяч человек. Но при этом нужно иметь в виду, что на Гавайях гавайцы составляют всего 20% населения, даже меньше. И только в одном округе из пяти, в очень самом маленьком, гавайцы являются первыми в численности народа. На округах Кауи и Гавайи это белое население преобладает. На островах Мауи, в округах Мауи и Гэдру, он, по-моему, называется. Но это остров Уаху. То есть там получается азиатского происхождения. То есть на острове Уаху азиаты составляют половину населения. Это самая большая доля, в основном, японского происхождения. Гавайцев там 10% населения. То есть они неравномерно распределены. Значит, что касается гавайцев. Значит, в север-четвертом году был закон о поправках закона о программах для коренных американцев. Когда на гавайцев, наконец-то, были распространены все те государственные программы, связанные в том числе со здравоохранением и инфраструктурой, которые действовали для индейских резерваций. В том числе и для гавайского населения. В том числе и для аналогов индейских поселков. Там около несколько десятков, в общем, на Гавайях есть примерно такие же поселочки, где живут гавайцы. Причем некоторые поселки там по 10 тысяч человек. Значит, и в 93-м году была резолюция президента Глиттон с извинениями перед коренными гавайцами за ликвидацию республики Гавайи. То есть, по сути, что американцы путем манипуляции ликвидировали независимое государство, марионеточное республику Гавайи, которая возникла после свержения королевы, значит, Торио Лункани второй. И после этого, значит, марионеточное руководство республики Гавайи вступило как территория в состав Соединенных Штатов. То есть изменения было им надо. Они участвуют в выборах США? Конечно. Президенты. Они участвуют во всех. Гавайцы точно. То есть Гавайи – полноценный штат. А в территории они участвуют... Ну, в общем, получается, их голоса не учитываются. В Конгресс у них представителей нет. Только, вернее, есть, но с совещательным голосом они не голосуют. В Сенате вообще нет представителей. В палату представителей все вот эти территории Пуэрто-Рико, Виргинские и Американские острова, Американское Самоа, Гуан и Северно-Марианские острова отправляют по одному представителю с совещательным правом голоса. В Сенат эти представители нет. Вот. Они не платят подоходные налоги США. А это главный показатель полноценного гражданства. Но являются гражданами США. И жителями ассоциированного государства. Это какие? Гавайи? Нет. Гавайи – это штат. Полноценный. А эти? Это Пуэрто-Рико, Американские и Виргинские острова, Американское Самоа, Северно-Марианские острова и Гуаху. Я прошу прощения, у нас уже время, оказывается, и стекло. Я не заметил. А Гавайи был Сенат. Конечно. А они участвуют в Конгрессе? Конечно. У них два депутата в нижней полоте и два сенатора. Что? Обама нанесел такие световые? Обама родился на Гавайях, но он был сенатором в этом, как его называют, в Ренойсе. Вот. Ну, родился он на Гавайях. Ну, да, приятно. Это полноценный штат 48-го года. Последний штат Американская и Гавайи. Спасибо. У Д правой 151 штат Slavila 50 Продолжение следует...